Добрый вечер, уважаемые коллеги! Очень рада вас слышать и видеть всем, кто к нам подсоединился. Большой привет из Москвы! И давайте мы сначала проверим, пока люди собираются, подключаются. Давайте мы проверим, как вы слышите. Так, вот я вижу 10, 10, 10. Слышно замечательно. Спасибо. Спасибо за быстрый ответ. Все прекрасно. Сегодня у нас с вами вторая лекция. Вторая лекция, которая будет касаться именно энергоинформационных препаратов. И это очень важные препараты, потому что они уникальные. Но прежде чем мы начнем, и люди собираются, вот они начали быстренько подсоединяться, давайте мы вспомним, о чем шла речь на прошлой лекции. Потому что все эти лекции связаны между собой. И тот, кто не был на первой лекции, я думаю, в кратком введении поймет, о чем идет речь. Мы говорили о том, что вода действительно необходима для жизни на прошлой лекции. И это не новость. Это знают абсолютно все. А что же нового? А нового мы открыли, почему она необходима. Почему именно вода, а не какое другое вещество является основой для жизни. Не спирт, не фенол, не аммиак, не что другое, а именно вода. И вот в прошлый раз мы говорили об этом, что да, вода, но непонятно было почему, а сейчас мы понимаем. И в это понятие определенный вклад и очень большой вклад внесли отечественные ученые. И вы сегодня увидите, это касается не только структуру воды. А мы говорили о том, что вода не только в твердом состоянии, но и в жидком состоянии имеет очень стабильные структуры. И вот на этом слайде вы видите, может быть оно не совсем так выглядит, но тем не менее дает представление о том, что среди огромного количества одиночных молекул, вот они черными точечками здесь обозначены, есть вот такие круглые структуры. И они живут долгие годы, и они способны накапливать внутри себя и на поверхности энергию. Энергию в виде электронов, которую берут из внешней среды. И когда ее образуется очень много, вода единственное вещество, которое может не только накапливать и принимать энергию, но и отдавать ее. Все остальные могут принимать. Когда вам говорят, что у нас вода с фуллеренами, и вот она очень содержит много энергии, да, это действительно так. Но они не отдают фуллерены эту энергию. Они крепко держат около себя. А вот вода, она делится, и она отдает эту энергию, накапливает из внешней среды и отдает эту энергию по законам квантовой физики. А что это значит? А это значит практически мгновенно, одновременно всем клеткам, и вместе с энергией она отдает информацию. Информацию об окружающей среде. И благодаря этому все клетки знают, что творится снаружи, как изменяется состояние организма внутри, и далее вода может синхронизировать различные биохимические процессы и задавать определенный ритм. А это чрезвычайно важно. И дальше мы говорим о чем? О том, что эти структуры есть абсолютно в любой воде, что в обычной природной воде их очень немного, но тем не менее это визитная карточка каждой воды, потому что они определяют ее свойства, чрезвычайно важные для нас. Сколько их там? Их там сотые десятые доли процента. А сколько у человека? А человек пронизан вот этими структурами воды. Они связаны друг с другом, и они по законам квантовой физики связаны с такими же структурами вовне, в окружающей среде. Сколько там? 10-20 процентов. Это около 5 килограммов. И когда этот водный каркас, где они находятся? На поверхности клеток, вдоль всех энергетических меридиан, дальше где? Они пронизывают всю клетку, как шнуры. Доходят каждая органелия, доходят каждой молекуле белка ко всем ферментам и обволакивают их. Для чего? Для того, чтобы накопить и передать энергию нашим структурам. Потому что без энергии жизнь существовать не может. Жизнь идет в противовес разрушающим факторам среды. Все в природе стремится к разрушению. А только жизнь поддерживает упорядоченность. И вот для того, чтобы этот упорядок, поддержать организм в порядке, не дать ему разрушиться, нужна энергия. А сколько нужно этой энергии? А этой энергии надо примерно 80% из внешней среды. 20% мы имеем из пищи, 80% из внешней среды. И вот обратите внимание, я вам даю такой слайд, где показано. Вот голубое – это та часть тела человека, которую представляет вода. И только голова и слегка немного плечевой пояс без воды. Ну, это условно. Вода есть везде. Просто я говорю соотношение пластических элементов, минеральных элементов и воды. Соотношение воды и других элементов в организме. И обратите внимание, в мозге больше всего содержится воды. Сколько? 85%. Почему? Потому что мозг, как вам говорила Любовь Викторовна, расходует примерно 20% всей энергии, которая нужна человеку. То есть это удивительный энергозатратный механизм мозга. И значит, там должна работать вода, и структурированные именно вот эти структуры воды, их должно быть максимальное количество. Когда перестает поступать энергия? Когда разрушаются эти структуры? И мы говорили о том, что когда этих структур становится в сумме меньше 12%, организм погибает. Независимо от того, сколько другой воды содержится в организме. То есть нам надо обязательно поддерживать вот эти структуры организма. Потому что иначе происходит, как говорят физики и врачи, и гигиенисты из Института экологии человека и гигиены окружающей среды, иначе человек отрывается от внешней среды. Он не может оттуда взять энергию. Нарушаются вот эти вот связи. Значит, наша с вами задача – эти структуры сохранить до глубокой старости. А они разрушаются и в пожилом возрасте. Потому что неблагоприятные факторы. Их действие возрастает. И длительность их возрастает воздействие. И тогда, если их слишком много, наступает ускоренное старение. И вот о том, что эти структуры надо поддерживать, я вам показываю две монографии. Вода – структурная основа адаптации. То есть приспособление человека к жизненным условиям, меняющимся, ежеминутно меняющимся. И то, что без воды этих структур не работает ни один фермент, он начинает пробуксовывать. Вот вам две большие монографии. Одна – американского ученого, вторая – наших ученых. Но они дополняют друг друга. Хорошо, говорим мы. А почему они разрушаются? И тоже в прошлый раз говорили об этом. Во-первых, идут... Ой... Извините. И тут глобальные экологические нарушения водной среды и вообще природные нарушения во внешней среде в связи с развитием цивилизации. Я вот взяла такой грустный слайд, который показывает, что это и выбросы, это загрязнение рек, это загрязнение атмосферы, почвы и так далее. И, кроме того, уменьшается количество этих структур и качество этих структур. Потому что маленькие структуры набирать энергию не могут, отдавать не могут, набирать очень могут, отдавать ее не могут. Поэтому нам важно не просто какие-то структуры, когда говорят «структурированная вода», это ни о чем не говорит. Как она структурирована? Вот в чем вопрос. И это очень важно. И это было неизвестно до определенного момента. Но, опять же, наши отечественные ученые разработали, какие должны быть структуры, сколько их должно быть водных структур, какого размера и какое действие они оказывают. То есть они запрограммировали и создали различные параметры, где можно оценить способность воды или убивать, или оживлять, или сохранять нейтралитет. И вышла книга «Биофизика воды». Это монография с огромным отсылочным материалом. Вышла она в 2016 году. После этого уже еще несколько книг вышли. И уже готовятся несколько новых открытий. Ставит первая академик Академии медицинских наук России Юрий Анатольевич Рахманин. А дальше наши физики. Но она обобщает весь мировой опыт на 2016 год. Как наших ученых, так и зарубежных. И вот когда это было проанализировано, стало понятно, что мы должны делать в новых условиях, когда на нас давит окружающая среда, когда она изменяется, чтобы сохранить свою стабильность, которая называется словом гомеостаз, чтобы суметь приспособиться к этим изменениям. И, знаете, безболезненно. И чтобы организм работал в оптимальном режиме. Да, существуют различные медицинские препараты. Но что они делают? Они перераспределяют энергию, которая есть в вашем организме. Почему у фармацевтических препаратов так много побочных реакций? Потому что у нас нет избытка энергии. Нет из-за того, что обеднела среда этой энергии. А во-вторых, с возрастом мы становимся... Резервы наших систем и органов уменьшаются. Мы их вырабатываем. И поэтому, когда происходит перетяжка энергии, как-то организм приспосабливается к этому. Но если вы берете препарат и дальше перераспределяете энергию, то что получается? Где-то получается густо, где-то пусто. И там, где пусто и слабо, там и рвется. А рвется у каждого в своем месте. Потому что человек появляется со своими системами слабыми и сильными уже при рождении. Мы об этом немножечко попозже поговорим. Значит, фармацевтические препараты, их никто не отменял. Они нужны для острых стадий. А вот работать на предупреждение этих острых стадий, на релаксацию и на восстановление после прохождения общих острых стадий, а также на уменьшение доз препаратов фармацевтических. И это должны работать другие препараты с совершенно другим механизмом действия. И вот в этой монографии «Биофизика воды» как раз и показано, а какие должны быть свойства. Вот когда это стало понятным, тогда встал вопрос, а можем ли мы создать эти препараты, сделать их? Ну, например, раз мы знаем... Сейчас мы посмотрим, что у нас дальше. Раз мы знаем... Сейчас, минуточку. Ну вот тут слово препарата не очень видно. Ну, думаю, вам видно это всё. Какие должны быть структуры? Что нам надо восстанавливать? И сколько их надо восстанавливать? Вот тогда началось создание приборов и техники, которые бы позволили создать эти структуры, причём в заданном количестве, заданного размера. И, главное, стабильные, неразрушающиеся. Потому что есть много способов создания этих структур, но они живут очень мало. Очень и очень недолго. Ну, например, с помощью электроприборов различных, активаторов. Как только вы создали эти структуры, остановилось действие электрического тока, так началось выделение этих структур. И в течение очень короткого времени всё разрушается. Надо же было создать определённые структуры. И вы знаете, создали такую технику. Создали и начали выпускать препараты с определённым количеством наших энергоструктур. Сколько их? 1-2%. Это много? Это очень много. Если у нас в природной воде максимум 10-е доли процента, а в организме 10-20%, то в препаратах 1-2%. Почему не надо больше? Я вам в третьей лекции расскажу, почему нельзя больше. Даже не то слово «нельзя». Можно, но очень аккуратно, осторожно и малыми дозами. А вот для того, чтобы предупредить, потихонечку вывести на оптимум организм, восстановить то, что разрушено, вот тут максимум не нужен. Это должно быть 1-2%. И это строго определённого размера и определённые ассоциаты, ну не ассоциаты, а будем говорить, структурные элементы воды. Да, были созданы такие препараты. Но вы посмотрите, ну вроде бы 1-2%. Структуры примерно одинаковые. А почему же их у нас много? Сначала было 4, теперь у нас их 8, и они имеют разные названия. Почему? Объясню. Когда поступает энергия, поступает по законам квантовой физики, то эта энергия, вернее так, по законам квантовой физики поступающая энергия сразу распределяется в весь организм. Но куда идёт основной поток? Туда, это по законам квантовой физики, где её больше всего необходимо. Там, где узкое место. И часто бывает, что ни врач, ни сам человек даже не догадывается, что болезнь, а именно какой-то симптом, появились вот в одном месте, но на самом деле это только отголосок совершенно другого сбоя. Вот здесь система саморегулируется. Когда поступает не вкладка, избыток энергии, он всегда идёт туда, где больше всего необходим. Ну, лекция маленькая, не буду отвлекаться, но даже был такой анекдот, что у больного болит голова, а он завязал ногу. Его спрашивает врач, а почему же у вас нога завязана, хотя болит голова? И он говорит, сползла повязка. Вот здесь она не сползла, она сама найдёт, энергия сама находит узкое место. И она таким образом диагностирует, где у вас прорыв, где у вас нехватка энергии. А вы знаете, что правильно поставленный диагноз это 50% выздоровления. Вот его обязательно надо выявить, этот скрытый дефект. Значит, энергия пошла, нашла это скрытое место и началось восстановление организма. Но опять же, по законам квантовой физики вместе с энергией обязательно передаётся информация. Это взаимосвязаны, так же как пространство-время, два фактора, также взаимосвязаны энергия и информация. Всегда передаётся информация. А вот какую информацию передаёт, это тоже большой вопрос. Сейчас я вам покажу. Вот тот, кто не первый раз меня слышал и разные лекции, тот знает, что где у нас жизнь. А жизнь у нас вот на пересечении этих трёх китов – информация, материя и энергия. Вот этот вот маленький треугольничек. Причём, когда мы были материалистами, мы считали, что в углове угла всегда материя, а уже от неё идёт информация и энергия. Потом, когда стали знакомиться, а может ли работать материя без энергии, они сказали, что нет, не может. Значит, у нас стала в углове угла энергия. А сейчас говорят, нет, дорогие товарищи, самое первое и самое важное – это информация. И я вам дальше расскажу, что такое информация. И покажу, что такое информация. Так вот, на наши препараты наложена определённая информация. Я вам расскажу, какая и почему. И поэтому эти восемь препаратов, они все несут энергию, но отличаются той информацией, которая наложена на данные структуры, энергонесущие. Вот это единственная группа препаратов на сегодняшний день в мире, которая обладает заданной информацией. Да, энергонесущие создают одну, вторую воду, третью, четвёртую, причём нерегламентированную. А мы с вами, мы с вами несём не только информацию, но и энергию. И всё это вместе связано. А вот давайте посмотрим, а что же делает информация? Действительно ли она первична? Сейчас я вам покажу. Вот ещё в тысячу, вот два, с большим трудом нашла эти портреты. Но первый портрет Гуровича Александра Гавриловича, это учёный с мировым именем. Он первый раз в 1912 году издал работу о биологическом поле. Работал в Советском Союзе, был директором клинической медицины экспериментальной. В 1944 году окончательно сформировал свою теорию биологического поля. А о чём она говорила? Он говорил о том, что даже у одной клеточки есть определённое биополе, которое определяет свойства этой клеточки. Вот в зародуши, например, в рыбьей икре, свойства этого будущего организма. И мало того, что свойства, в ней запрограммировано, в этом энергополе запрограммировано всё разбитие этого организма. И это очень индивидуально. У каждой клеточки своё поле, если это одноклеточный организм. А дальше, а если это многоклеточный, то есть и у всего организма поле биологическое. Сейчас дальше я вам покажу. Есть у каждого органа своё поле и даже у каждой клетки. Он был до 1945 года директором этого института. Потом пришёл Лусенко. А правая, а это Барченко Александр Васильевич. Его вот то, что он раскрыл, он подтвердил, что такое поле есть даже в одном семечке растения. И оно присуще у каждого семечка. Семечка, одна оплодотворённая клетка. Своё биологическое поле. И потом взрослый организм полностью ему соответствует. Но его выводы в его лаборатории были настолько несогласующимися с доктринами советского правительства, а у нас была политизирована наука, что его арестовали. И в 1938 году он расстрелян был. Вот у меня эта фотография как раз взята из этих фотографий НКВД. И ещё одно, что они сказали, что любое изменение в этом биологическом поле обязательно сказывается на работе всего организма. Вплоть до отдельных его молекул. То есть это чрезвычайно важная составляющая организмов. Чёточку попозже. Вот я взяла такие снимки, газоразрядная визуализация. Свечение живой материи по методу Кирлиан, в супругов Кирлиан. И вы видите, что можно так называемую ауру или биополе сфотографировать. Она отличается, и её нет у мёртвой материи. Она есть только у живой материи. И мало того, вот здесь биополе сфотографировано, проростка в картофеле. Картофель абсолютно гладкий, клубень картофеля. Там есть только небольшие глазки. Это осенний картофель. Но фотографируются вот такие выбросы биополе. Оказалось, что это выбросы будущих проростков, которые будут весной. Если ликвидировать вот эти вот поля будущих проростков, картофель никогда не прорастёт. То есть наше биополе первично. И вы знаете, что вот первично, и из этого выросло целое медицинское направление. Что это за направление? Когда развитие техники дошло до такой чувствительности приборов, что можно было использовать спектр одной единственной клеточки, а в чём выражается биополе? В спектре. В спектре электромагнитных колебаний. Вот этот спектр электромагнитных колебаний можно было сфотографировать и записать главное у одной здоровой клетки и у одной клетки с нарушенными функциями. То есть изменённая, так мы и говорим, больная клетка. И если транслировать вот эту запись электромагнитных колебаний от здоровой клетки на больную, то спустя какое-то время функции больной клетки, нарушенные функции, восстанавливаются. Клетка в кавычках выздоравливает. Вот это стали использовать в различных отраслях физиотерапии. Но дальше что показали? Как это работает? Нобелевский лауреат, француз Люк Монтанье, он провёл ряд опытов, и вот вы здесь на этом слайде видите. Я рассказываю и люблю показывать этот опыт, потому что он очень интересен. Он взял две пробирочки. В одной пробирочке был водный раствор молекулы ДНК, в другой пробирочке чистая вода, фармацевтическая, дистиллированная будем говорить, обмотал их проводочком и держал 18 часов. 18 часов под колпаком, изолирующим колпаком. Через 18 часов было проверено, здесь был раствор ДНК, ничего не изменилось, здесь была чистая вода. Но вот спектры первой и второй пробирочки изменились. Пробирочка с водой стала давать абсолютно такой же спектр электромагнитных ковлеваний, как будто там была ДНК. тогда запопустили вот в эту пробирочку составные части, из чего состоит ДНК. И еще подержали какое-то время в термостате. Спустя определенное время проверили, а теперь что? И выяснилось, что из составных частей появились точные копии ДНК, которые были в первой пробирке. Сходимость была 98%. Опыт проповторяли 12 раз абсолютно четко. То есть вода поглотила информацию в виде колебаний электромагнитного спектра и затем, когда создались определенные материальные условия, образовалась по матрице, по водной матрице образовалась нужная молекула. То есть информация первична. А кто эту информацию собирает? А эту информацию держит, записывает вода. И мы с вами, как водные организмы, если у нас нет записывающей вот этой информации, если у нас нет этих ассоциатов, то тогда мы теряемся. мы отрезаны от внешней среды, мы не можем к ней приспособиться. Но вот в течение многих лет, порядка 40 лет, люди занимались тем, что снимали спектры биофизики определенных патологически измененных здоровых органов, здоровых систем и так далее, и так далее, и сопоставляли. И выработали такие эталонные образцы идеально работающих систем, органов, клеток и так далее. Это все открытая была информация. В результате вот эти эталонные спектры появились в открытой печати. Вот можно на воду положить эти эталонные спектры и дальше, если вы принимаете эту воду, у вас восстанавливаются потерянные или измененные в неблагоприятную сторону участки вашей матрицы. Она никуда не девается, это по-прежнему ваша матрица. Ничего лишнего там нет, она только доходит до оптимального состояния, которое дал вам прирождение, творец, бог, природа, как хотите говорите. То есть вот на энергоинформационные препараты, когда было повышено количество вот этих структур, стали накладывать весь спектр или участки спектра, которые восстанавливают вот эту систему. Сразу говорю, энергия ведет во весь организм, в каждой клеточке, а информация усиливает ту систему, для которой предназначен этот препарат. А что же это за препараты у нас? Вот сейчас у нас их восемь. Сначала я рассказывала только о четырех, но появились вопросы, говорят, а можно еще вот на сердечно-сосудистые? Да, у нас есть еще точечного воздействия препарата, и вам рассказывает об этом Любовь Викторовна. Это все абсолютно правильно. В чем отличие энергоинформационных от электронно-матричных препаратов? Отличие вот в чем. Электронно-матричные препараты, нет, не электронные, а вот энергоинформационные препараты, они дают энергию на весь организм. Энергию. И информацию на системы, на целые системы. А электронно-матричные энергии не дают, но они точечно изменяют воду до нужной структуры в органе, в клетке, в оплетке нервов и так далее, и так далее. То есть это действительно точечное воздействие. Наши препараты дают энергию. Ну вот первый матрикс визу. И вы увидите здесь, что часть препаратов в форме, вот форма, их разная. Вот матрикс визум это глазные капли, это флакон капельницы. У нас есть у всех каталоги, и еще на каждой группе препаратов есть совершенно замечательные буклетики, мне они очень понравились. И там четко сказано для чего и когда. Матрикс визум, он идет во флаконах капельницах, потому что это в глаз вносится. и он, вы знаете, это смешно, но это так, да, он безусловно будет восстанавливать и укреплять ваше зрение. Причем неважно какова причина. С матриксом визум Любовь Прохоровна, наш врач-офтальмолог, работает где-то с конца 90-х годов. И огромное количество историй болезни, и проверено на всяких больных, и это подтверждено документально. Кроме того, мы уже исследуем у физиков, у гигиенистов, мы смотрим, как влияет на организм в целом, у системщиков. И сразу можем сказать, вот первая часть, на что действует восстановление нормальных функций фоторецепции и работы органов зрения. А вторая часть, для чего он предназначен? Вот первая вы видите, для профилактики возрастных изменений глаз. Мне говорят, не может быть. Может быть, дорогие товарищи и коллеги. На себе уж точно я проверила. И не только на себе. С 2003 года я получаю столько откликов от людей весьма пожилого возраста. Были у нас небольшие перерывы, когда препарат не выпускался. И я могу сказать, что просто замучили люди, где можно купить, где можно достать. Вся беда в том, что поскольку у нас нет лечебной косметики, вот в нашей стране нет, за рубежом есть такая градация лечебная косметика, и они как-то могут перевести свои препараты к нам и оставить этот лечебная косметика, то его очень тяжело распространять через какие-либо официальные медицинские структуры и аптеки. Просто нет этой градации, поэтому приходится вот только многоуровневым маркетингом. Но он же еще и усиливает, с одной стороны усиливает действия лекарственных препаратов, а с другой стороны снимает побочные эффекты, потому что он восстанавливает энергетику данного органа. Но у нас мало времени осталось, поэтому давайте посмотрим дальше, какой следующий. Если у вас будут вопросы по отдельным препаратам, только не спрашивайте меня, а вот при такой болезни можно такой-то препарат? Я биолог, я вам скажу, как действует. А вот при какой болезни сколько и как, это вам скажет врач. Причем я вот пропустила это, что дозы, длительность, количество, это все определяется чисто индивидуально. Единственное условие, не капайте и не пользуйтесь сразу большим количеством. Давайте потихонечку, с самого маленького постепенно увеличивая дозировку. И вам врачи об этом обязательно скажут, потому что когда мы перейдем сейчас к системным препаратам из ряда салитумов, то там если вы примете сразу слишком много, организм скажет не надо так много и начнет реагировать на это каким-то образом. Поэтому, чтобы вы не испугались, сразу говорю, начинаете вы ликвидировать свой энергетический информационный дефицит постепенно, потихоньку, от маленьких доск большие и выбирайте для себя оптимальные дозы. Матрикс лор, вот его проверяли вообще в детской клинической больнице имени Морозова, у нас огромная больница, им разрешили, это еще были, это было середина, конец 90-х годов, начало, нет, начало 2000-х, я работала с этими кафедрами, сначала на животных, на кроликах, потом стали проверять в детских отделениях болезни уха, горла, нос, у детей сплошь и рядов, бронхиты, ангины, много чего, катары, и поэтому проверяли потом на детях, в два раза уменьшали по сравнению со взрослыми дозы, причем профессора говорили так, ну, мы не понимаем, как действуют эти препараты, я очень сильно пыталась объяснить про структуру и как они действуют, говорят, нет, это очень сложно, и мы бы даже и не поверили, но вы понимаете, даже ребенка можно уговорить, но кроликов-то, кроликов, как мы можем уговорить, а ведь они выздоравливают, вот сегодня я пытаюсь вам объяснить, и по-моему, вы мне в конце скажете, насколько это понятно, как работают эти препараты, они дают энергию и они восстанавливают нормальную работу, спектр, нормальную работу клеток и систем, клеток и систем, если это действует на слизистую, то это будет слизистая не только верхних дыхательных и нижних дыхательных путей, это будет слизистая всего организма, потому что там наложена информация нормальной работы слизистой. Так, матриц декорис, матриц декорис и это спрей, это восстановление метаболизма клеток кожи, и кроме того, кожа ведь защитный орган, были делительные и защитные, и там колоссальный иммунитет, вот все эти защитные силы, иммунные силы, процессы репарации, восстановления кожи, вот это все делает матриц декорис. Единственное противопоказание, если это гнойные раны, то не надо пользоваться матриц декорисом, очень быстро закрываются, не успевают отходить содержимое раны, то есть это только не для гнойных ран, это для обычных, он безболезненный, работает очень хорошо, особенно хорошо работает сочетание с ангелом гелем. Так, вот матриц с авиатом, я знаю у нас некоторые молодежи, особенно спортсмены, сами врачи часто, они пьют именно матриц с авиатом, в больших, огромных количествах, почему? Потому что, чтобы приготовить этот препарат, требуется десятки часов, очень много различных установок, и записывается весь спектр здорового организма, весь, целиком. Поэтому матриц с авиатом воздействует на ослабленные больные клетки любого органа, и он восстанавливает матрицу здоровья каждой клетки, и запускает энергоинформационные процессы самовосстановления всего организма. Понимаете, организм, безусловно, очень сложная система, очень сложная, и мы не знаем, как она работает, и врачи не знают, и теоретической медицины фундаментальной не знают, потому что медицина только сейчас подбирается к живому организму, только сейчас, но кто даст на себе проводить опыты? Да никто, значит, это будут животные, которые тоже сейчас ограничивают использование, и их метаболизм отличается от метаболизма человеческого. поэтому вот это восстановление безболезненное, без побочных эффектов, и самое интересное, это единственный препарат с пролонгированным действием. Это что значит? Вот вы уже перестали его пить или пропустили, сегодня не приняли дозу. Есть разного размера структуры, стабильные водные структуры, которые сами встраиваются в ваш водный каркас и начинают работать с одной стороны, прибавляя вам энергии, а с другой стороны, увеличивая их продолжительность действия. Вот он еще работает и на омоложение организма. салютом, вы знаете, когда его проверяли, а проверяли в очень многих клиниках на протяжении нескольких лет, еще были государственные тогда клиники, вообще не было даже и частных, не было ни одной организации, где могли проверить действия на весь организм. Сейчас уже есть эти методы системного действия, проверить можно, тогда не было. И поэтому отдавали в гематологический центр Академии наук, отдавали в институт гастроэнтерологический, отдавали как же он называется, сейчас я вам скажу, больницы в гинекологические отделения. То есть пришлось брать вот эти специализированные организации, чтобы потом получить от них ответы и сложить эту картинку вместе. Вот что такое Матрикс салютом. Вот когда увидели, насколько он эффективен и как хорошо он работает, то тогда сейчас я вам покажу, стали из серии салютом Матрикс салютом, но стали информацию накладывать другую, не всего организма, а кусочками. Иногда не надо всего организма, вот надо здесь и сейчас, например, детокс. Что это такое? Это информация здоровых кряток соединительной ткани. А у нас 80% всех тканей соединительная ткань. И она чрезвычайно важна. И это вы посмотрите пункт два, что это такое? Это неопия, близорукость, опущение внутренних органов, пластостопие, остеохондроз, хронические заболевания внутренних органов. И дальше детоксикация, у нас была целая лекция по детоксикации, и еще костно-мышечная система, артриты, артроза, остеопороза. Это что? Это бичи сегодняшнего человека. И мы говорим, ну это болезнь старости. И врачи говорят, ну что же вы хотите, у вас такой возраст, ерунда. Вот вы знаете, с помощью этих препаратов можно остановить прогрессирование. А иногда, если это еще не шестая стадия, если это еще можно повернуть вспять, улучшить, а это первая, вторая, третья, четвертая стадия, это еще можно улучшить. Поэтому, если вам дают диагноз, не верьте. Сейчас есть способы, когда вы выйдете из-под дамоклого меча этого диагноза. Матрикс нейрон. Это информация о здоровых клетках головного мозга. Но я вам сосредоточиваюсь только на информации. Энергия есть везде. Она всегда будет идти. Вот вы знаете, ведь в головной мозг не могут пройти никакие химические вещества. И он работает как колоссальная электрическая машина и колоссальное количество энергии потребляет. Вот эта информация в виде электромагнитных колебаний в него проходит. И помогает. Особенно при стрессах, при экзаменах, когда у вас напряженная ответственная работа, в пожилом возрасте, когда ослабляются какие-то функции, при различных энцефалопатиях, невралгиях, невритых, психических заболеваниях и так далее. То есть это работа нейрона. Я не буду здесь говорить про нейрон, потому что несколько лекций специально Любовь Ивановна посвящала именно работе нейрона. И если у вас возникнут эти вопросы, вы ей зададите, если будет по биологическому действию, зададите мне. Так, теперь матрикс кардио тоже бич современного человечества. и выбрали-то эти системы? Это сердечно-сосудистая система. Но и еще плюс эластичность, гибкость и проходимость сосудов. И вся система вместе с синусовым узлом и так далее, не отдельные части, а как единое целое. И она и применяется для профилактики патологии сердца и сердечно-сосудистой системы. А это у нас часто бывает, да с тоже рядом. Особенно с возрастом, когда мы становимся более чувствительны, ранимы, когда сдают нервы, стенокардия, теросклероз, гипогипертония. Препаратам не важно, что они делают. Они восстанавливают до оптимума именно данный организм. Данный никакой другой. У одних оптимум давления 110 верхнего, а у других 145. И ему нельзя 110, у него перестанут мозги работать. Вот эти препараты восстанавливают до оптимума каждого человека, а это индивидуальные показатели. И наконец, после инфаркта, при неврозе сердца и приобретенных пороках сердца. То есть все, что касается сердечно-сосудистой системы. Матрикс феминиум, феминум мы его называем, это информация здоровых клеток женской репродуктивной системы для сохранения красоты и здоровья. И вы знаете, ведь мы проверяли препараты, целый комплекс наших препаратов в клиниках неонатологии, перенатологии и так далее, на системах ЭКО и так далее. И вам, наверное, говорила Любовь Викторовна, что люди, которые начинали принимать наши препараты, они не доходили до ЭКО. У них восстанавливается процесс нормальной репродукции сам по себе. И это очень важно, потому что что он делает? Он исправляет дисфункцию яичников, он профилактирует синдром истощенных яичников и раннего климакса, потому что как только расходуется последняя яйцеклетка наступает циклимсик при подготовке к беременности и различных хронических воспалениях и бактериальных вагинозах. То есть этот препарат ничего не нарушает, ничего не вводит лишнего, он восстанавливает естественные силы организма. И поэтому они очень физиологичны. Они работают в общем русле восстановления ваших систем, сопрягают их друг с другом, ритм поддерживают и так далее, и так далее. То есть они не могут принести вреда. Вот это об этом я скажу. Об этом нет у меня слайда, но я подумала, что об этом надо сказать. Часто, когда люди начинают принимать энергоинформационные препараты, у них что-то вот происходит, вот здесь закололо, тут вылезло, там непонятно, что происходит. Это ваши препараты, это побочный эффект. Вот эти препараты не могут дать побочного эффекта. Ну не могут, потому что побочные эффекты возникают при перераспределении энергии. Это показали системщики. Эти препараты дают вам избыток энергии. И когда у вас начинаются какие-то вещи, это говорит о чем? Что у вас эта система была ослаблена. Она начала потихонечку восстанавливаться. И вы сразу это почувствовали. Вы не ожидали, что там будут какие-то изменения. Не надо этого бояться. Надо уменьшить дозу. Уменьшить. Может быть, сделать перерыв, как бывает с глазами иногда. Вот вроде ничего, глаз уже адаптировался, мозг приспособился к тому, что я плохо вижу. А теперь я стал видеть хуже. Расплывается еще что-то. Да, мозгу надо время, чтобы к этому приспособиться. Почему? Потому что препараты действуют мгновенно. Мы говорили, сигналы и энергия поступают со скоростью примерно 300 тысяч километров в секунду. Сразу вбрасываются. Но наш организм материальный. И он работает гораздо медленнее. Вот для того, чтобы дефектные ферменты образовались, отработали и разрушились, а вместо них образовались нормальные ферменты, требуется три месяца. И в это время три месяца у вас должна быть энергия и у вас должна быть информация правильная. То есть я вроде вот я пью-пью, а вот у меня так лучше не стало. Я спрашиваю, а сколько вы пьете? Две недели. но для организма мало две недели. Понимаете, мы не ракеты, мы пешеходы, а это вот ракета. Значит, вам надо закрепить эту информацию, а она закрепляется, она лежит, она ждет, пока ваша система восстановится в соответствии с этой информацией, а чтобы она восстановилась, надо обязательно еще и энергия. И третье я вам говорю, материю. У вас будут изменяться ваши пищевые потребности. Очень могут быть, что никогда в жизни вы не хотели есть вот эту еду, а тут начали пить препараты и вдруг захотели. Послушайте свой организм. Вот китайская медицина говорит, не слушайте никого, слушайте только свой организм. и не слушайте по телевидению один яд белый, второй яд белый, помидоры красный яд и так далее, и так далее. Вы знаете, на планете почти 6 миллиардов, 6 миллиардов населения и все разные, и у каждого своя матрица. И вам может быть нужен огурец или лук, но совсем не нужен в этот момент помидор. И вы знаете, что со временем года меняются вкусовые пристрастия и так далее, и так далее. То есть эти препараты приучают еще вас относиться к себе с любовью. Это не значит купить дорогую помаду или что-то такое, чего у других нет. Это значит, что вы понимаете и слышите свой организм. Другого вам никто не даст. Вас снабдили им при рождении как величайшей драгоценностью. Полюбите его, прислушайтесь и когда он начнет изменяться и восстанавливаться, похвалите его за это. И главное, не пугайтесь. Возникли вопросы, пожалуйста, обратитесь, спросите, как поступить в этом случае, как нам отрегулировать дальше эту систему. То есть это все в ваших руках. Ну вот, мы с вами практически дошли до конца. Спасибо вам большое за внимание. Сегодня даже на 6 минут мы где-то тут перебрали, на 8 минут. Но я думаю, что наверняка у вас появились вопросы. Если они не появились, то еще большая радость. И я вас жду в следующий раз, а в следующий раз будет завтра. Почему? О чем мы будем говорить? А мы будем смотреть, как наши препараты выглядят по сравнению с другими препаратами, на что надо обратить внимание и как не навредить себе. Вот это самое важное, потому что в настоящее время спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Вот я вас буду учить, как свои руки приложить к своему спасению. Спасибо вам большое, очень рада была, что вы собрались, что я вас увидела, увидела ваши отклики. Я надеюсь, что завтра у нас будет не менее интересный день, а потом мы поговорим еще и о вирусных инфекциях, о ковиде и о наших препаратах. И в частности вот о тех новых работах, которые провели с реликтумом. Спасибо огромное. Я вас жду завтра, и мы завтра в это же время встречаемся. До свидания, всем хорошего вечера. Надеюсь, что всем было понятно, и вы сможете рассказать и другим. Когда вас будут спрашивать, а чем же отличаются ваши препараты, а вот и отличаются информацией, каркасностью, строгой дозированностью, восстановлением всей системы, я думаю, что вам это поможет рассказать другим людям. До свидания, благодарю вас. Спасибо.